Check out this epic drop! Спасибо за автору, то есть вот этому Тоши 70 Рус. Значит, описание. Мод был взят в свободном доступе в интернете. Грузовик оснащен V-образным 8-цилиндровым турбированным дизельным двигателем. ЯМЗ-238Л. 14,86 литра. Мощность 220 кВт. 300 л.с. Переделал грузовик. Техничку, но техничка также осталась. Настоящий силовой тягача с харизматичным звуком двигателя и свистом, раздувающий турбину. А! Раздающийся турбина. Также добавил соответствующие аддоны к этому. Стоит лебедка барабанного типа с червяковым редуктором. Привод карданным валом от раздаточной коробки. Рабочая длина троса 70 метров. Диаметр троса 22 миллиметра. Блин, нихрена себе подробности. Авторы. Конверт-предварительная сборка модели VDM. Автор звука Tosh 70 Rus. Анимация работает с 3D-моделью физика Pokemon. Доработка мода текстуры Muzden Rus, Tosh 70 Rus. В моде использованы модели аддонов от RedPow, AmsterJet, Darius, VDM, Gregor24Rus, Pokemon, Дмитрий Левакумов, BTM. Часть из них распространяется свободно на сайтах. Имеет 17 аддонов плюс дефолтные и 3 вида колес. Ну, я уже прокатился на данной машинке. В принципе, машина мне вполне понравилась. Все очень достаточно интересно сделано, реалистично, что немаловажно. Я думаю, те, кто любят такого рода машины, восьмиосники, ну, этот мод им придется по вкусу. Ну, на самом деле, сразу могу сказать, вот здесь, правда, в описании не сказано, данный мод способен перевозить как 2 очка, так же 4 очка, 6 и 8 очков собственного груза. Ну, 2 и 4, это у нас будет бревнышки дефолтные. А, и 6 тоже очков будет тоже бревна. А вот 8 очков, это у нас будет классно огромнейшая труба на свои аддоны. Вот, ну что ж, давайте, наверное, приступим непосредственно к обзору данного мода. Из всего интересного, что я могу сразу заметить, присутствует вид из кабины, анимация руля отсутствует, в целом вид в кабине достаточно хороший, мне нравится, как бы, ничего плохого сказать не могу. Ну, маленько размазанная, так скажем, панелька приборов, текстурка, так скажем, не айс. Вот, так-то в целом выглядит все очень даже неплохо. Далее, давайте я заведу, наверное, машину сразу. Вот такой вот у нас свистящий турбированный звук двигателя по клаксону. Как всегда, кнопки путаю. Давайте включим ночь, посмотрим работу светотехники. Ночь включили, у нас здесь сразу, ребят, загораются поворотники, загораются ПТФ, туманные фары, загораются огни автопоезда, это только при включении ночи. Габариты сзади, габариты сзади на кабине. Стопари работают как на самой кабине, так, собственно говоря, и сзади на раме. Блин, конечно, все горит и все работает, это прям даже очень-даже при очень приятном. При включении света... Ой, опять не туда нажал. При включении света, ну, здесь уже загорается все, что может гореть, а именно головное освещение, эти туманки, плюс желтые туманки загорелись, и также, ребят, еще светится фароискатель. У фароискателя присутствует функционал вращения, то есть, если кому-то что-то надо где-то подсветить, вот, пожалуйста, элементарно, ночью можете подсветить то или иное место в потемках, что может облегчить вам дальнейшим, там, или уже погрузку, или еще что-то, сами прекрасно знаете, как в ночное время грузиться. Не всегда там светло и комфортно. Вот таким вот макаром сможете подсветить себе козла, например, для погрузки бревен. Так что вот так. Вот очень даже функциональная эта штука. Так, поехали далее. Включаем мы с вами день. Выключаем фары. Надо же, кнопка не ошибся. Вот. И смотрим на аддоны. Ой. Знаете что, давайте-ка я сразу, наверное, на локацию лесоповала, пока я тут вот этих огромных прицепов не понаставил, потому что понаставлю эти огромные прицепы выравниваться будет потом крайне сложно на лесоповале. Вот единственное, что мной было замечено, что, в принципе, еще вот автомобиль находится на локации лесоповала, но локация уже не работает. Вот видите, она белым засветилась. Вот стой, чуть-чуть назад, сдать сейчас. Ну давай. Вот. Вот, заработала локация. Как-то вот надо очень далеко отъезжать. То есть, вот прям стоять на этой локации, конкретно, что называется, и тогда будет работать локация лесоповала. А так, почему-то вот стоит только немножечко подъехать к краю локации, и сразу она перестает работать. Не знаю, почему и с чем это связано. Ладно, поехали по аддонам. Прицеп четырехосный, первым делом у нас здесь с вами идет. Он у нас загрузится, само собой, разумеется. Грузится у нас он на четыре очка. Вот так вот происходит погрузка. При скидывании данного груза мы получаем здесь три средних бревна. Ого, нифига себе. Арена какая для погрузки. Чпок. Четко. Все, загрузились. Отлично. Все работает. Поехали обратно к грузовику. Скидываю данный прицеп. Четыре очка, ребят. Также можно в таком же синхроне поставить здесь еще автономку. Получается, вы сможете самостоятельно погрузиться как в автономку, так и, собственно говоря, в этот прицеп. Достаточно очень хорошо и функционально. Так, далее. Канистры у нас здесь устанавливаются. 160 литров они нам дают. Вот они, они вот сюда у нас упали. Тоже, я считаю, достаточно функционально. Далее. Снимают онистры. Платформа. Вот, платформа ЛУРОСПУСК, кстати. Вот, 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 да. Вот это. А, нет. Турбовоз. Турбоплатформа Турбовоз. Роспуск Турбовоз ЛОНГ. Вот такой вот длиннющий прицеп, то есть, роспуск. По трубу у нас здесь устанавливается. Сложить прицеп, роспуск можно. Вот так вот. И, собственно говоря, разложить их. Лёшки, матрёшки. Вот это да. Куда он улетел? Платформа Турбовоз. А вот это что такое? А, это топливо как... Ай, а что за топливо? А что, его заправить ещё может, что ли? Ну-ка. Подождите. А, да, нихрена себе. Вот эта платформа, она, ребят, нам даёт... Мало того, что она платформа, так ещё она даёт нам 200 литров 150 ремонтных очков. Нифига себе. Зачётненько. По объёму топливного бака сразу хочу вам сказать, что 350 литров ёмкость топливного бака в принципе не так много, учитывая, что вот это вообще загрузовит. Наверняка он и кушает немало. Вот. Ограничение по урону 600, по-моему, да, 600 очков. Ну и давайте, наверное, загрузимся трубой. Вот такая, ребят, труба. Блин, афринеть. Просто опупеннейшая труба, я считаю. Единственное, маленько размазанные текстурки, растянутые, как будто. Вот. А так-то в целом всё выглядит очень даже неплохо. Так, скидываем данную игру. Что мы здесь получаем? Два длинных бивна в режиме симулятора. Погрузитесь элементарно. Так, ладно, скидываю данную платформу. Дальше у нас с вами идёт обычный, обычный, этот, платформальный лесовоз. Обычный. А нет, ни хрена необычный, ребят. Роспуск у нас дальше идёт. Смотрите, длиннющий, трехосный. 8 очков погрузки он нам даёт. Нифига себе. Мне кажется, сюда брёвна надо подлиннее. Побольше брёвна положить какие-нибудь такие. Не знаю, где-то я на каком-то моде видел. Вот. В принципе, было бы неплохо. А так что-то как-то... Коротыши какие-то прям кладутся как будто сюда. Маловато будет. Вот. Ну, даёт 8 очков погрузки при скидывании данного груза два длинных бревна, которые... А, можно и так, да, класть. Вот, видите, арены погрузки нам позволяют это делать. Даже если брёвна упали, всё равно загрузиться можно. Чпок. Загрузились. Так. Ладно. Дальше едем. Дальше едем. Едем дальше. Так. Роспуск мне нафиг не нужен, наверное, да, уже? Где он там... Вот он. Дальше. Устанавливается на 200 ремки вот такой вот аддон тоже. Дающий нам, наверное, мощи. Вот она, штукенция такая вот устанавливается у нас здесь. Тоже смотрится от этого машинка достаточно харизматично. Выхлоп переходит наверх. Далее. Топливная цистерна, ребят, устанавливает съёмкость, которая составляет полторы тысячи литров. А самое прикольное, что можно установить с этой цистерной, это ещё вот такой вот гармонично смотрящийся с первым аддоном прицепчик. Прицепчик тоже, наверное, полторашечку. Да, 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 вот полторашку. И в таком вот сочетании, ребят, три тысячи литров. Заправься, обзаправься, что называется. Заправить и всех, и вся, и себя несколько раз. Вот. Так, поехали дальше. Дальше. Снимаю все эти аддоны. Так, это понятно. Устанавливается запасочка у нас за кабиной, дающая нам 150 ремонтных очков. Запаска соответствует тем колёсам, на которых мы сейчас с вами находимся. Но тут, правда, три комплекта колёс, но запаска только в единственном таком экземпляре. Дальше. Устанавливается автономная платформа с краном, о которой, собственно говоря, я и говорил. Вот. Вот в таком вот синхроне можно перевозить 6 очков и самостоятельно грузиться на локации лесоповала. Соответственно, давайте мы сейчас с вами загрузимся. Два сюда. И, соответственно, четыре туда. Вот в таком вот соотношении 6 очков, ребят. Мне кажется, очень даже неплохо. Так, скидываю ента. Блин, куда это я попал-то? Ой, ё-моё, куда попал, да? Вы помните, был такой прикол? Не, наверное, не помните. Давно это было. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Где у нас? Мы на чём остановились? На автономке, да? Дальше у нас маньячки-маячки. Безфункционала. Просто моргают, стоят на крыше. Вот. Дальше у нас идёт сцепка. Вот благодаря этой сцепке мы можем с вами установить шаланда низкий борт, способная перевозить длинные, длиннющие, я бы даже сказал бы, ну как, обычные, дефолтные. Хе-хе-хе. Обычные, дефолтные шестиочковые брёвна при скидывании данных брёвен мы с вами получаем хрен на руль. Чё-то как-то это... Чё-то как-то не грузится у меня. В смысле? Ну-ка. Ну чё ты не грузишься-то? А почему не грузится? Не хочет? А почему? Эй! Где точка-то? А чё-то у меня одно бревно длиннее, а другое короче. Вроде бы визуально длинные брёвна, а одно длиннее, а другое короче. Это как-то... Чудеса какие-то ей будут. Ну-ка, а чё... Чему вообще, я не пойму. Что за брёвна такие индивидуальные? Собственная груз, что ли? Ну-ка. Ещё раз, дубль два. Вообще ни одной локации, да нет? Вот одна. Ни хрена не получается у меня загрузиться в режиме этого. Того на этого. Чё-то здесь с аренами. Мне кажется, арену надо побольше вот эту зелёную приподнять, чтобы зелёная точка появилась. Чё он говорит? Нужно загрузить ещё два. Он хочет. Блин, печаль. Ну ладно. Ну ладно, как говорится. Не знаю, может быть, это как-то исправимо или неисправимо. Может быть, надо пошевелить куда-нибудь повыше, прицеп поставить. Потому что у многих стоит принудительная погрузка. Так, единственное, давайте я сейчас загружусь, а потом сниму данный аддон. Загружаемся. И снимаем данный аддон. Прикреплён. Снимаем. Дальше у нас идёт бортовой прицеп. Дефолтный. Но давайте всё равно проверим его на погруз. По-быренькому. Загрузиться. Два очка. При скидывании груза четыре коротких бревна. Всё работает. Всё грузится. Так, далее. Тележка-фургон. Сервисная тележка. Не буду даже их ставить. Во. Трал-бар. 1200 рем. Четыре гаража. Во. 1200 ремонта. Четыре очка гаража. Продаёт нам данный аддон. Ребята, аддон вообще классный. Просто чумачечий аддон. Мне лично очень понравился. Просто суперский аддончик. Ну-ка. Стопари работают здесь. Не, на аддон. А, работают, да. Стопари работают на аддоне. Всё работает, ребят. Вообще со светотехникой вообще проблем нет никаких. Видать, всё-таки автор не понаслышке знает, как работать со светотехникой на модах. Очень всё качественно вот в этом плане сделано. Так, скидываем данный аддон. Дальше у нас устанавливается трал, ребят. Ну. Трал, конечно, офигенный. Офигенный трал. Можно здоровый, просто агромедный. Я сюда 535-ый со свистом загнал. Вот. Всё опускается. Вот при нажатии кнопки 3, либо же мышкой на слово стрела, нажатие, вот как бы активируются вот эти лопаты, вот эти отпускающиеся для заезда машины. Блин, ну, конечно, офигенно. Офигенный тральчик. Тоже очень, я считаю, функционально в плане того, что перевезёт хоть слона. Слушайте, а он случайно ещё не грузится? Знаете, бывает такой момент, что тралы, бывает, что они грузятся. В натуре грузятся. Ё-моё. Нифига себе, ребят, Бат-М. Мы сюда загрузили Бат-М. Вот это... Вот, блин, я только предположил, а по факту оно на самом деле так и произошло. Ну-ка, скидываем груз. Готов к погрузке. Смотрите, а что у нас там за бревнуто? Два средних бревна у нас здесь выпадает. Шесть очков погрузки. Блин, клёво. Клёво вообще офигенно, честно говоря. Прям даже не ожидал увидеть, что трал будет грузиться. Просто методом тыка, знаете ли, так эксперимента ради. Так, дальше у нас с вами так мешает сцепка. Дальше у нас 300 ремонта, два очка гаража. Это вот такая вот ремочка у нас здесь ставится. Вот с камерой маленькая, знаете, как-то бедовато. Так ощущение, как будто она где-то вот в этом месте закреплена, а не вот в этом месте. И на середине машины, да, где-то там. А вот где-то здесь. И продемонстрировать вам сзади там как-то очень удобно. Ну, естественно, вот этот дамп наверняка, он это опускание и поднимание, да. То есть машинку можно сюда зацепить, приподнять и как бы отточить там в гараж или ещё куда-либо. Я думаю, не думаю даже, а больше чем уверен, что мощи у этой машины хватит для того, чтобы транспортировать тот или иной грузовик до гаража. Дальше техничка у нас устанавливается. 800 ремонтных очков она нам даёт. Тоже достаточно интересный аддончик. Ранее, в принципе, мне уже встречался на других машинках. Ну, смотрится очень гармонично в целом и, как говорится, зачётно. Так, снимаю данный аддон, устанавливается маяк на техничку. Так, для этого нам техничка нужна. Вот, устанавливается вот такой вот ещё вращающийся маячок на крышу вот этой технички. Так, по функционалу, который ничего нам не даёт. И борт с плитами. Борт с плитами это последний аддон на этом моде. Надеюсь, я ничего не забыл. Вот такие, ребят, плиты здесь загружаются. При скидывании данного груза выпадает 4 коротких бревна. Вот. А сколько погусто? Два очка, да. Вот. То есть, вот таким вот макаром, ребят, мы перевопатили с вами все аддоны. Тест я буду проходить на полигоне. Вот, наверное, вот именно в таком вот исполнении. Плюс ещё у нас два комплекта колёс присутствуют. На одном из них мы стоим. Ещё два. Вот такие колёсики тоже достаточно, мне кажется. Красивые. Вот. И также ещё присутствуют Урал Евро Вихол. Во. Вот такие мажорные колёса. Достаточно тоже симпатные. Ранее мне уже встречающиеся. На этом же, кстати, по-моему, Урале. Вот. В целом, в целом, ребята, модель достаточно очень красивая. Паризматичная. И, как мне говорится, немаловажно. Функциональная. Машинка такая. Вот. Я думаю, для многих эта машина будет, как говорится, приоритетом по сравнению с другими модулями при прохождении тех или иных карт. Всё-таки, ребят, как по мне, ну, как сказать-то лучше-то, а? Вот как по мне, всё-таки оригинальность машины и огромный функционал, это очень хорошо на том или ином моде. Ну, допустим, если мы едем на УАЗике, да, и везём при всём при этом 8 очков, к примеру, какого-то там груза, там, 800 ремонта, это смотрится нереалистично. В принципе, если мы везём вот на такой машине 8 очков, вот как вот эту трубу, да, вот эту вот огромную, по-моему, это смотрится очень реалистично. Мне кажется, данная труба, соответственно, своим габаритам может спокойно давать 8 очков погруза. Это очень реалистично, соответствует моду, 4-хосный Урал, соответственно, мощный, 8 очков тянуть он, по идее, должен. Вот, ну что ж, давайте, наверное, я установлю стандартную резину, посмотрим, что я ещё здесь могу поставить. Нет, прицепа мы ставить точно не будем. Канистры, вот которые я вот ранее уже озвучивал, вот я их сюда поставил. Так, потом дальше защита, ага, вот это, кстати, блока нет у нас, да? У нас можно поставить вот этот аддон. Он ставиться теоретически не должен. Вот, и запаска. Вот в таком вот исполнении. Но я думаю, грамотно, ну, знающие, как вообще ездить на модах, вот наху, да, на модах, не буду ставить в таком соотношении вот этот аддон. Возможно, будут какие-то доработки этого мода, я не знаю, может быть. Ну, просто вот отсутствует блок на вот этот аддон при установке данной платформы. А также, по-моему, этот аддон ещё ставится с автономной платформой. Вот, ну, я думаю, люди не дураки и не будут ставить друг на друга аддон и поставить так, как оно должно выглядеть на самом деле. Ну, в целом, по-моему, всё, да? Маячки мне нафиг не нужны. Защита кабины так понятна. Так, ну, в принципе, всё понятно. Давайте, ладно, прокатимся на самом деле уже наконец-то по полигону. Хочется посмотреть, на что эта машина вообще способна. Съездим на гору, кто выше. Четырёхвостника просто обязаны на эту гору попасть для сравнительного теста с другими модами. Ну, едет, мне кажется, не очень прытко. Но главное, что едет. Это уже хорошо. С видом из кабинки Тревор на месте. Повышенную врубили. Газ в пол, полный привод, блокировка дифференциала. Но-но-но, давай-давай-давай-давай-давай. Отлично, вообще, ребята. Тьфу-тьфу-тьфу. Как бы еще не заехали, не буду заглядывать вперед. Самое коварное место сейчас с вами проезжать будем. Вот оно оно. Оно и видно, что колеса на этом месте начинают пробуксаловать. Давай, родной, давай, давай, я в тебя верю, давай, 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 давай. О, отлично, заехали, ребят, супер. Одеально, о, идеально. Так, отлично, вообще, шикарно просто. Гора, кто выше, взята. Поехали дальше. Болото у нас впереди. Ну, в принципе, да, что там нужно. Для четырехосников всего нас с двумя очками погруза. Ну, все тестируются моды на этой горе. На повышенной передаче. Помнится мне кто-то в комментариях, что... Надо тестировать мод на пониженной передаче. Никто там на скорости, на всякий город. Это в реальной жизни на горы никто. А в спинтарисе, ребят, у меня моды залазят на гору, кто выше, и тестируются на горе, кто выше, только на повышенной передаче, заблокированной депрессиалом полным приводом и с двумя очками погруза. Так что не надо учить ученого. Продолжать я не буду. Да, проходимость, ребят, вы знаете ли, конечно, опупенная. Едется просто очень комфортно. Не знаю, как вы там, это, с восьми очками поедете, но для этого, я думаю, вы сами все сможете протестировать. Мод добавлен на сайт STMods, ссылка в описании на этот мод присутствует. Буквально под видео вот опуститесь и посмотрите под видео. А то, знаете ли, тоже бывают такие моменты, когда мне... А где скачать полигон от психа? Вот, блин, вот полигон, по-моему, засунут куда только можно и куда только нельзя, на самом деле. Вот этот полигон, да, вот, по которому я еду, все время говорят, где скачать? А где скачать? Во-первых, в разделе товара у меня есть. Стоимость у него составляет 0,01 рубля, а не копейки. Соответственно, это бесплатно. А если бесплатно, ищите ссылочки в описании. Я сделал специально, ребят, для слабовидящих, 4 ссылки для скачивания. Это что называется психанул. Вот. Поэтому будьте бдительны и внимательны. При просмотре всего написанного, то то, что написано как в моей группе, так и, собственно говоря, под видео. Ссылка на полигон под видео тоже присутствует. Стоит только открыть глазки, и все будет хорошо. Да, проходимость, конечно, у него опупененькая такая, вы знаете ли. Мне лично нравится. Прет как танк, ребят. Жалко. Ну, в принципе, вот от Муздана, по-моему, да, вот залит тоже 66-14. Но он такой, он там техничка такая, вот прям конкретная техничка с красными полосами такой вот он там. Ну вот, ну чисто воды техничка как бы, а вот здесь вот такой он более гражданский, так скажем, да. И функционал у него такой более расширенный. Вот. Ну, в целом, что тот, что этот мод выглядит очень хорошо и харизматично. И что и этот, что и тот мод, они оба функциональны. Так, автомат, грязевые пороги. Ну, я думаю, нам сейчас это будут эти грязевые пороги просто по колено. Имея колесную формулу 6х4, подвесочка работает шикарно, шикарно, подвеска и работает просто великолепно. Отзывчиво очень реагирует на все вот эти ухабы. Так, включая пониженную нанесение урона водой, проверяем. Вот он у нас, воздухозаборник. Опа, что-то ранехонько, даже до лобового стекла еще не дошла вода, а мы уже начали получать урон. Ну да ладно, в принципе, надеюсь, вы слишком глубокие грязи и воды не будете на нем лазить. Так, пополнить. Хардкорная грязь, ребята, у нас сейчас здесь пойдет. Это тоже немаловажный тест для такого рода грузовика. Открыть, так скажем, раскрыть весь потенциал 4х-осника. Да, вот, раскрыли мы весь потенциал 4х-осника. Забуксовали, получаем урон от воды. Пониженная передача фурева. На пониженной у нас машинка начинает ехать. Ехать, выползать. В принципе, очень комфортно выползать. Ну, правда, на пониженной. На повышенной не получилось у нас, к сожалению. Пока мы проходили хардкорную грязь, нахватали урона от воды. Обалдеть. Ну, низковато, низковато этот урон нанесения водой. Можно было бы сделать маленько повыше. Ну, в целом, мод, конечно, классный. Как бы неоднократно я уже сталкивался с данным Уралом. И чуть ли не в начальной еще стадии, так скажем, разработки данной модели. Я его видел. Там были совсем другие текстуры. Какие-то там зеленые такие текстурки. Беспекулярные. Вот. То есть, не было блеска даже никакого. Здесь же сейчас, здесь у нас все очень красиво смотрится. Текстурки офигенные. Все очень классно. Так, ну что, ребят, валим мы с вами на автодром. Проверим эту машину на маневренность. Потому что это очень мучает меня смутные сомнения относительно его маневренности. По-моему, возврата руля здесь нет. Сейчас проверю. Ой-ой-ой-ой-ой. Если, ребят, он есть, он крайне медленный. Да и, собственно говоря, колеса поворачиваются очень долго. Очень долго. Ну, я никоим образом на это не грешу. Да, как бы, ну, долго и долго. Вот видите, смотрите. Теоретически мы с вами сейчас стоим на локации Лисповала. Да, вот визуально посмотрев. А так у нас уже работает локация пилорамы. Хотя она вот, она только вот здесь вот будет. Вот как это и почему это, я, честно говоря, не понимаю. Так, проверка работоспособности подвески. Ой, как же туго колеса-то поворачиваются. Не, ну, что подвеска работает, это как бы факт. Все очень достойно. Вот на заднюю подвеску, не знаю, не смогу, наверное, я... Ну, балансир, ребят, не рабочий, правда. Но это, наверное, присуще большинству модов вообще в целом. Отсутствие рабочего балансира. Ну, зато по этим ступенькам, ребят, просто залетел. Полет над шишигами, я тоже думаю, что очень будет комфортный. Да, просто как по асфальту, нырок в нырок. Проходится без потери скорости. Идеально. Маневр на змейку, на повышенной передаче. И, собственно говоря, начинаем сразу проходить это препятствие змейка. Но что на повышенной я его не пройду. То есть не пройду без отжатия газа, это факт. Руль, на самом деле, поворачивается очень долго, поворачиваются колеса очень долго. Но на повышенной прошел, не переключаясь на пониженной, как бы не совсем скорость я потерял. Вот, катился постоянно. Так, ну что ж, давайте швартуемся возле вот этого лежачего столба. И маневрируем в парковку параллельную. Маленечко колесико, правда, заехало, но я думаю, это не критично. Но вписался, смотрите-ка. Нифига себе. Невзирая даже на то, что у него достаточно такие большие габариты, мы все равно вписались. Как говорится, талант не попьешь. Так, заезд в гараж. Блин, что-то как-то я не совсем ровно выпрямился. Перед прохождением данного. Ай-яй-яй, ну так-то я точно не залезу в гараж. Ну, теоретически залезет, конечно. Торчать, наверное, все равно будет. Давайте, ладно, все-таки добьем это упражнение, то, как оно должно быть. Ну нет, ребят, в принципе, смотрите, залез в гараж, нормально. О, вот так вот, да? Ну, отлично. Все-таки, учитывая, что это все-таки четырехвостик, я думаю, вполне очень даже неплохо он здесь сидит. Разворот в ограниченном пространстве. Тоже, ребят, немаловажная вещь для такого типа грузовика, именно четырехвостника. Посмотрим, насколько он маневренный будет в ограниченном пространстве. Так, столб уперлись. Поворачиваем колеса задних ход. Так, опять столб уперлись. Отлично, вписались. Очень даже комфортненько вписались, я бы даже так сказал. Ну и что у нас здесь остается-то с вами? Получается только вот эта горка. Да, упражнение горка, соответственно, залетаем на нее. Ставим ручник. Ручник держит очень хорошо. Пониженная передача, газ в пол. Без прокрута колес. Ну, в принципе, поднялись. Очень хорошую... Ай-яй-яй, это я, блин, ну, в принципе, поднялся бы. Это я просто что-то озадачился скриншотом. Вот, а так бы поднялись, конечно, без вопросов. Это я на превьюшку сделал скриншот. Ну и поехали на полосу разгона. Посмотрим, насколько он там будет способен на полосе разгона. Не знаю, мне кажется, он слишком быстро не поедет. Главное, чтобы он справлялся со своими, так скажем, заявленными возможностями, да? А именно, чтобы он возил... Вот, смотрите, на локацию заправки. Опа! Мы еще не там, но мы уже заправились. Хе-хе-хе. Вот этот ботэм меня крайне порадовал. Так, ну что? Так, стандартная резина у нас с вами поставлена. Да? Стандартная? Да, стандартная. Ну все, вроде бы. Газ в пол. Строка состояния активирована. Ну да, вот здесь что-то не так с моделью, мне кажется. Вот смотрите, где вот эти циферки. Просто где-то на морде. По идее, они вот так вот обычно за кабиной демонстрируются нам. А сейчас же они почему-то где-то на морде зафиксированы. Как так? Чего так? Не понимаю, с чем это взаимосвязано. Но мне кажется, это что-то вот изначально идет о модели. Тридцатничек, ребят, набрали. Тридцать один уже. Тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять. Тридцать шесть. Ну нормально, в принципе, и мне и больше не надо. Для такой машины-то, я считаю, вполне нормально, ребят. Ну не сорок, сорок пять, конечно. Но тридцать шесть для такой машины и четыре десятые, я считаю, вполне адекватная скорость. Едется очень комфортненько. Мне нравится. О, кстати, вот здесь очень удобно рассматривать максимальную скорость. Благо у нас вот эта табличка на морде где-то. И благодаря этому мы можем с видом из кабины рассмотреть, где у нас здесь какая скорость. Тридцать семь вот у меня продемонстрировало буквально на несколько секунд. Тридцать семь и две десятые даже. Вот. Ну это, конечно, это чересчур, конечно, прямо это надо постараться, чтобы разогнать эту машину до такой скорости. В целом тридцать шесть. Средняя скорость. Соответственно, краш-тест на финале. Блин, я забыл семьсот пятьсот. Семься тридесять выровнять. Ну ладно. Ох ты. Смотрите, убился напрочь. Просто напрочь убился. Офигеть. Ну-ка, семься тридесять. Семься тридесять напрочь убился. Все убились напрочь, короче. Просто хлам. Вот такой вот, ребят, краш-тест у нас получился. Да. Эффектное столкновение. О, ну и по традиции, ребят, я на этом заканчиваю. На этом пятачке Всем большое спасибо вам за просмотр Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте Витарган 177 Данный Урал вы сможете скачать Увидев ссылку под видео На сайте СТ-МОС и в моей группе Всем спасибо и всем пока